Салют всем, приятного просмотра! Очередной видос для моего канала на ютубе Для тех, кто смотрит в реальном времени Привет таковым Сегодня уже, наверное, вторая неделя Пошла с момента, как мы потихонечку Медленно, но верно разбираем турнир ВЦС Который недавно отгремел в Америке Который проходил в очень неудобное Время для Россиян центрального региона Ну, для тех, кто не за пределами МКАДа И у нас подошло время для того, чтобы Посмотреть матчи серии плей-офф Я эти матчи не смотрел Никто их не видел Повторы найти было физически сложно Выкладывали их не сразу Короче говоря Желающие лицезреть, как играют профессионалы На турнирах по Старкрафту Вы можете увидеть это прямо сейчас и здесь Первый матч, который мы с вами сразу же посмотрим Я хочу увидеть игру ДНС Против Хиромарина, французского протаса Против немецкого Терна Ну и по старой доброй традиции Буду перематывать первые три минуты игры Потому что мы смотрим это В формате повторов И специально, чтобы вам не было Скучно и грустно Я буду Перематывать вот так Так будет удобнее и быстрее В случае, конечно, каких-то неожиданных проксей И Чудовищных стратегий От одного из двух игроков Мы будем перематывать и возвращаться И разбирать детально Какие-то игровые элементы Ну а я Предлагаю вашему вниманию Прямо сейчас начать смотреть С третьей минуты игры Когда уже у Терна Построилась давным-давно база Когда у него уже готов первый завод И уже в каком-то дальнем-дальнем Очень отдаленном Я бы даже сказал Месте от его основной базы Обратите внимание Он делает прокси-завод Причем второй Подобное мы вместе с вами видели Не часто Мы видели такое довольно-таки редко В исполнении Мексиканского Терна Вы его прекрасно знаете Он единственный мексиканский Терн Во втором Старкрафте Спешл Который играл в подобную стратегию Всего несколько раз На очень крупных турнирах И это приносило ему Определенные плоды И это очень сложно Разведать Очень сложно понять вообще Что противник будет делать прокси Очень сложно понять Что противник будет делать завод И что-то у Хиро Марина Здесь совсем Странно произошло Он мискликнул Лишний раз взлетел зданием Потерял Одну драгоценную секунду Она действительно драгоценная Потому что когда ты исполняешь Подобные стратегии Которые направлены на Атаку в определенное время И уж тем более в атаку С полутора Как говорится баз Практически даже можно сказать С одной Когда вторая база Еще пока что не функционирует Такая вторая факта Должна принести Очень большую пользу В случае если По каким-то внезапным причинам Протос ее найдет Ну тут у Терна Все порушится У Хиро Марина конечно же Есть возможность Нанести определенный ущерб Жизни Жизнедеятельности Своего противника Не получилось Кстати у ДНС Поставить сейчас третью базу Очень внезапно сюда Подоспел Гиллион с Рипером И ДНС все равно Хочет поставить ее В том же месте Странно почему Не снизу Ну Это его уже личное решение Дядя Вуди все еще жив Надеюсь ненадолго Он редко стучит Но все таки Мы тем временем Мы видим что у ДНС Был построен Ранний Старгейт С которого он Начал строить Первого Оракула и Фениксов Которые кстати очень круто Помогают В плане Контры Против циклонов Но смотрите что делает Хиро Марин Он вводит дополнительно С собой рабочих Для этой сумасшедшей атаки Циклонов у него уже Четыре штуки Один Гиллион Есть Мариносы И отбиваться от всего Это дело придется Одними сталкерами Фениксы могут поднимать В небо циклонов Но Мариносы Не должны это дело прощать Они должны это наказывать Фокусить воздушных КСМки уже свое дело Отработали Они потанковали Какую-то часть дэмэджа Правда чинить Они физически не успевали Этих циклонов Наверное был смысл Именно на автопочинку Ставить их Чтобы циклоны Вообще не умирали Какой смысл танковать Если юниты смертные Однако у ДНС Есть сталкеры Которыми можно похитом Дранить Можно При этом выводить пробок Дополнительно Если вдруг придется Дождаться следующего Кулдауна гейтов И уже тогда Можно вступать в бой С последним циклоном Хотя на подходе Приходит еще один И Хиромарин Тоже потерял часть рабочих Но Феникс Своевременно Поднимает и его В небо ДНС очень неплохо Разруливает ситуацию С помощью сталкеров И батареек Очень опасный варп На рампу Но кстати Терн этого не видел Очень повезло Что Вижена Не хватало Так бы он его зафокусил Когда юниты варпятся Их очень просто убивать Это происходит И быстрее И проще Ну С горем пополам Протас отбился Но ценой очень серьезных потерь Но тем не менее Он смог Сейчас этот парень Добьет двух отчаянных мариков Он смог сохранить Свою вторую базу Жизнь в этой игре И что самое важное У него есть Третий Нексус Ну не останавливайся Сталкером ДНС чуть-чуть Сейчас не потерял Сталкера Два хп у него осталось Ей богу Опасно Варп исчел Сталкеров Экономика у него Сильно просела Но с трех Нексусов Можно вернуться в игру Можно раскачаться Особенно если Терн приостанавливает Свою Волну атаки И переходит уже В развитие Какое-то время Ему нужно сейчас Попридержать коней И дождаться появления Либо Новых факторок Для игры Через механизацию Табличку саппортеров Убрать Да конечно Сейчас Одно мгновение Господа Пам-пам-пам-пам-пам-пам Все Спасибо Хиромарин ДНС Знакомьтесь Давненько не было видно Хиромарина Так сказать В плей-оффах Профессиональных турниров Но это вот Один из тех турниров На которых он Смог все-таки Пройти В одну Тридцать вторую Стадию турнира Если мне память не изменяет По-моему да Или в одну шестнадцатую А в одну шестнадцатую Да В одну шестнадцатую Тридцать вторая Это же совсем жестко Третья команда Центр тем временем Уже перелетает Протас Как вы заметили Не сильно Отстает по рабочим Террен даже Очень своевременно Переводит рабов На базу Правда скорее всего Сейчас не проконтролирует И они поедут Паровозиком То есть перевел заранее А не доконтролил Но они сделают Лишнюю ходку Чуть-чуть минералов Но принесут Хотя идеально Переводить рабов Конечно же Когда база уже достроилась Или уже практически села Ну и что у нас По рабочим 55 на 58 Как я говорил Протас очень быстро За счет бустов Догнал противника Хотя бусты У ДНС я скажу вам так Подкапливаются Как минимум Четыре буста На руках у него Сейчас есть свободных У него исключительный Гейтовая Дешевая Ужасная армия Состоящая только Из сталкеров И сентрей Этого явно Не хватит Чтобы пробивать Нормального терна Который сделал бы Сейчас выход Ну со всеми своими Бараками С танками С апгрейдами С медилаками Кстати о медилаками Вот они в заказе И игра стабилизировалась И игра стабилизировалась Да Херомарина Чуть больше По лимиту Да У него Чуть более Выгодная Игровая ситуация Да И с технологиями У него Все вполне Неплохо Но Протас Может догнать Особенно за счет Бустов В Сумечный совет В форжу На подходе Кстати Тимпуарни С роботиксом И я так подразумеваю Что Перестраиваться В зиотов С ногами И мортов С архонами Протас Все таки станет Потому что Штормы Банально не нужны Против танков Это сложно реализовать Хотя Против чистых Маринцев Особенно Естерны Которые играют В подобный стиль Вообще без мародеров И вот Херомарин Один из этих Один из тех Игроков Которые подобный стиль Пытаются применять Танки в медиваках На всякий случай Чтобы В случае чего Их не подняли Не перехватили Не продамажили Но Это не будет С удивлением Для ДНС Он и так Их прекрасно Заранее видел Ноги зилам У него есть Иллюзия наперед Вижет прекрасный У ДНС Есть феникс В грамотной позиции Хотя правда Форсилд Он почему-то В проход не кинул Чтобы Выиграть немного времени Зилатов У него в основном Лимите тоже маловато Архоны появляются Очень поздно У Терна Нет никакого преимущества По апгрейдам Но есть преимущество По количеству Оно действительно Внушительное 100 боевого лимита На 53 Часть из них Конечно В этом лимите В дозаказе А вот сейчас Было бы здорово Развалить камни И потянуть время Но Протас почему-то Очень неугомонно Наламывается На все эти танки С мариносами В хламину Разлетаются все сталкеры ДНС просто пишет ГГ и выходит Он не успел Дожить Ни до нормального Количества архонов Ни до имморталов Которых у него Кстати вообще В армии не было И он при этом Еще и золото поставил То есть Находясь в ситуации Отстающего Но Конечно И 700 минералов На руках И 600 газа На руках Которые у него скопились И этот Нексус Который был заказан И отставание По лимиту Все это привело Его к поражению Если на полторы тысячи Минералов Варпануть Зелков Еще 15 штук На 600 газа Архонов Еще 2 штуки добавить Ну Я думаю С этим лимитом Вполне можно было бы Поговорить По крайней мере С гораздо более Выгодными А да Да Точно Сейчас Один момент Один момент Есть у нас такая хитрая штука Я просто не с всего аккаунта Но согласитесь Добавить к этому Еще 2 архона Помимо 9 зиотов Еще 15 штук сверху Ну даже 13 Уже было бы что-то Ну или разбить камни Потянуть время Такая возможность У ДНС была Вполне была Ну а то что Вот он не успел Сделать ни одного Иммортова И совсем не делал На них ставку Даже с момента Когда знал Что у противника танки Вот это мне Действительно Немножко непонятно Ну Видимо он надеялся Только на то Что его зиот И с архонами Сделают свое дело Сами Картинка там У кого-то фризится Да вроде все норм Причем кстати Можно смотреть Повторы по очереди Если я Они здесь правильно Переименованы В отличии от некоторых Которые были в групповом этапе Где было непонятно Что за фигня Так Где было непонятно Какой именно Повтор По очереди Поставлен Так Че 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 Что 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 это такое Так И следующая игра Так Ярсик Будешь играть сегодня Или мы будем смотреть турниры Я буду сегодня Смотреть турниры И буду сегодня играть Так Это думаю Нам тоже Не понадобится Да Шкала повторов Это важно То есть я даже заранее Не знаю Какой длинный повтор И не узнаю Через сколько Закончится игра Сиор Почему не увидел Увидел А здесь фонового режима нет Прошу простить Опять же Аккаунт не мой Мотороллер не мой А настройки почему-то Почему-то Во Все Теперь все красиво Ну погнали Третья минута игры Нормальная Стандартная скорость И у ДНС Опять быстрый Старгейд В его галде Ну Старгейты Конечно Че ж так громко-то Старгейты Конечно Очень актуальны Когда ты Активно его Применяешь Когда ты юзаешь Оракулов Которые убивают Рабов Когда ты кидаешь Постоянный вижен Оракуами На армию врага Опять же Вспоминается Форсфилд Который мог бы Кинуть Тот же ДНС Чтоб выиграть Бесплатные 10 секунд На центре карты Между двух камней 10 Здорово Вчера с тебя Стрим начался Сегодня правда Не с тебя Ты опоздал О, Федот Вижу тебя Искал твой Скайп не нашел Так он же написан Под стримом Что там искать-то Копируешь Вставляешь Нажимаешь Шентр Профит Футболисты В чате В смысле Нет на ютубе Как нет Не может Такого быть Старгейт Опять же Хорош Тогда Когда его Постоянно Применяют Постоянно Еще раз Постоянно Например Цена Вот этого Оракула Достаточно Велика Во-первых Он может Помочь Не только В разведке Которую Пытается Херомарин Не дать Противнику Сделать И кстати Ему это Практически Удается Но Оракул Просто Облетает Мариносов И залетает За минералы И находит Баншу С инвизом Потенциальную Которая Может ему Угрожать Но все Это Контрится Слишком Просто Одним Замечательным Оракулом Дома И фениксом Который В случае Чего От базы До базы Будет Постоянно Летать То есть Оракул Занимается Функцией Исключительно Защитной Не знаю Сняг Надо будет Посмотреть Было Насколько Я помню Раньше Всегда Был Бывали Времена Когда Он Там Был Как-то Очень Механизировано Херомарин Открывается Не уверен Что Это Будет Прям Совсем Актуально Я Видел Вместе С вами На протяжении Обзора Этого Турнира В групповом Этапе Когда мы Видели Очень Активное Использование Баньшей Которое Правда Не приносило Такой Огромной Пользы Легкий Интересный Подпуш Со стороны ДНС Вот Раньше Он Всегда Так Играл Сейчас Почему Стало Реже Применять Подобную Схему Однако Даже Несмотря На Баньшей С невидимостью Он прилетает Оракулами Противника Там же Уже И Либератор Появился И Мариков Много И КСМ Выводится Кстати У Хиро Марина Уже почти готова Третья база Он Не так Сильно Позади Но Либератор Даже несмотря На наличие Живых фениксов Полетел Харасить Скорее всего Он должен Развернуться Где-то Вот здесь Вот в этой Области На второй базе Потому что На третьей Пока Робов Нету И Мы видим Что ДНС Опять Переходит Ножки Сделкам С грейдом На броню Именно Этот апгрейд Им необходим Для того Чтобы они Жили подольше В частности Против Мариносов А ДНС При этом Даже не Пожалел Денег Поставив Пион На третьей Базе Врага И Тоже Немножко Халадно К своим Пробкам Относится Которых Можно Было Перевести Либератор Уже Ничего Здесь Не Сделает Он Не Сможет Рекольнуться У него Нет Такой Возможности И Убивать Ему Некого Ничтожные Потери Абсолютно У Толса Чуть Чуть Не Подобывали Пробки Но Заметьте Вот Эту Разницу Когда У Толса 60 Рабочих И Работает Полностью Все Три Базы На 16 Рабов На Минералах И У Терна У которого Уже Перенаселение На Как минимум Второй Локации И третья База Еще Даже Не Перелетела Сколько Денег Сейчас Успеет Надобывать За Это Время Протас Собственно Ответ На Вашем Экране Это Инкам В Минуту Именно Столько Денег Получает Каждый Игрок В Текущей Ситуации Согласитесь Разница Небольшая Но Это Потому Что Два Мула Без Остановки Трудятся Не Покладая Рук На Одной Из Локаций Постоянно Принося Дополнительный Бонус По Минералам И вот Только Один Мол Погиб Инкам Терна Сразу Просел Но Это Временно Ребят Мне не Интересен Футбол Можете Даже Не Писать Счет В Чате У Нас Как Бо Здесь Турнир По Старкрафту Вряд Ли Здесь Прям Много Фанатов Футбола Да И Вы Бо Сейчас Его Смотрели Если Бо Вам Это Было Действительно Интересно Только Только Подумал Не Понял Этой Фразы Немного А Вон Она Че 40 2018 Кстати Фениксы Сороками Тоже Довольно Таки Опасная Штука Против Тирана Играющего В Танки Очень Актуальные Стазисы Если Правильно Их Ставить Если Угадывать Куда Пойдет Теран И Если Он Вообще На Них Хорошенько Зайдет Очень Хорошенько Вы Надеюсь Телевизор Смотрите А не Трансляцию В Интернете Вот Было бы Очень Классное Место Для Стазиса Которое Сейчас Могу Поймать Многих Мариносов Херомарин Причем Специально Вводит Марика Вперед Понимая Что Это Может С ним Случиться Но Теперь Тоже ДНС Хорошо Подготовился К атаке Согласитесь К атаке Херомарина У которого Даже Танки Из Медиваков Сейчас Не Высовываются Как Он Вообще Собирается Танками Моззилотов Убивать По-моему В танке Бессмысленно Играть Терана Если Так Только Чисто Пару Танков На Обороне На Третьей Бате Где-нибудь Танчик Поставить Где-нибудь Здесь Там Танчик Поставить Застройку Сделать Это Еще Актуально Ну Такое Качество Зилотов Уничтожает Все И Вся 30 Зилотов 6 Сталкеров 1 Иммортал Я не знаю В чем Проблема Для такого Процесса Как ДНС Ну Во-первых Он забыл Про Темпларни Он еще Начал В колоссов Одновременно Переходить Две Технологии Разом Причем Такие Технологичные Это Очень Опасно Вот Эта Армия Протоса Опасно Или нет Против Вот Такой Гапши Терна Который Сейчас Протос Видит Не Понимая Сколько Именно Противника По Составу Армии Точнее По Количеству Нет Не Опасно Потому Что Все Эти Зилоты Хлам Разлетятся Здорово Зерк Как Ты Какой Фильм Будет Сегодня Здорово СС Обсудим Посмотрим Решим Фильмы После 12 Как Говорится Четвертая База ДНС Работает Получает Денег Больше Чем Теран Об Этом Мечтает Практически Каждый Протос Ну И Вот Сейчас Одного Роботикса Будет Очень Долго ДНС Клепать Своих Больших Блестящих Роботов Арахонов У него Маловато Но Опять Ломиться Первому На Тирана Разложенного Не Самое Лучшее Решение Протос Сейчас Видит Прекрасный Момент Выхода Его В целом Устраивало Место Для Сражения В котором Он Сейчас Стоял Где Можно Было Подраться Всем Своим Боевым Лимитом Тирана Раскладывается Довольно Таки Поздно Но У него Позиция Очень Выгодная Он Стоит На Возвышенности И Широким Фронтом Принимает Врага ДНС Опять Разворачивается Хотя Не понял Я Для чего Он Это Сделал Он Должен По идее Дожидаться Колоссов С дальностью Феникса Поднимает Двух Танков Очень Плохо Дерется ДНС Очень Странное Принятое Решение С его Стороны Боевого Лимита У него Осталось Не так Уж Много И Он Рассыпается Просто На ровном Месте Всю Игру Был Впереди Подрался Один Раз Неправильно И Разлетелся Практически В салат Но На Постоянном Дотекании И Количестве Ресов И Экономики Которая У него Присутствует Он Получает Три Косаря Минералов В минуту Каждый Протас Мечтает О таком Если честно 73 Рабочих Ни Одного Раба Нет В переборе Хотя Нет Один Есть Но Это Не страшно Теперь У него Пропал Как бы Свой Дэсбол Так Называемый У него Не было Все это Время Штормов Кстати Продамаживают В этом Замесе Ковоз Один Точно Никак Не спасет Ситуацию Ой ДНС Ой ДНС А почему Этот повтор Оказался Вторым В очереди Он же Должен быть Третьим Получается Хиромарин Уже Выиграл ДНС 2.0 И Получается Хиромарин Прошел Дальше По турнирной Таблице Но тем не менее Третью игру Мы все равно Посмотрим Потому что Интересно Как это Проходило Ну а теперь Небольшой Разбор полетов За что Я собственно И люблю Эти репои В чем Спросите вы Косяк ДНС Да во всем Один Иммортал На 12 мародеров И трех танков Одни Зилаты В армии 1500 газа На руках Темпуарня Строится Архоны Не делаются Архоны Поздние Протас Делает Переход В колоссов С дальностью Против танков Я не понимаю Просто почему По какой причине Он либо Не мастит Фениксов Для того Чтобы поднимать Танки И все это В небо Чтоб взлетало И не сражалось Либо Почему он Не строит Имморталов Ведь это же Так круто Иметь большое Качество Имморталов Которые Раздают Довольно Сильный Демэш За один Выстрел Сидел Хиромарин Сидел 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 И досиделся То есть ДНС Вообще Никак Не реализовал Своё преимущество Которое Он получил В начале Игры У него Всё очень Здорово Опять же Темпуар Не доделалось Он про это Прекрасно Помнит У него Есть лимит Он видит Где находится Терн Куда Смотрит ДНС Давайте Посмотрим От его Лица Так Я ДНС Так Я играю В Дарков У меня Нет Темпуаров Где-то Там В заказе Один Колосс Поиграю Ко я В Дарков Ну Короче Во всё Подряд Решил Поиграть ДНС В итоге Ни во что Не сыграл Дарков Дарковня Пошла На армию Свою Посмотрел Позицию Сдал Отступил Вариант Поставить Стазис Отступить На возвышенность И Принять роль Обороняющегося Наверное Ему Как чем-то Не понравилось Иначе По какой причине Он этого Не сделал Там Появилось Довольно Большое Количество Мин И ДНС Сейчас По идее Надо сражаться Пока Мины Не закопаны Нападать Первым Это Выгоднее Чем ломиться Но уже Закопанные Мины И ДНС Разворачивается В какой-то Момент То есть Терн Уже На возвышенности Он уже Готов Он уже Сам первый Пришел В атаку Он уже Собирается С ним Драться И ДНС Такой Ну Давай Давай Я на тебя Гоу Это Абсурдное Решение Немного Емп Неплохо Попало В Морталов В Некоторых Зиотов Немножко Зацепило Архона Две центры оказались Без маны Кстати Одна центра Всего осталась У протаса С энергии Которая может Еще поставить Какие-то филды Кстати о филдах Протас тоже мог Положить филды На рампу И отступить Потянуть время Он же Наверное Не игрок из золота Он же помнит Что у него Колоссами Дальность Делается Что второй Колосс на подходе Что бас У него 4 А у противника 3 И он об этом Прекрасно в курсе Но ДНС Отступает И что Больше всего Меня удивило Как только он отступил И принял решение Что как бы Все не очень хорошо ДНС делает следующее Давай драться С одной стороны Я понимаю его решение Потому что Терн перестимпачен Бежал за тобой Ты отступал Гвардин у тебя работал Как бы На развороте Принять Терна Который сейчас будет Нажимать уже скоро Второй стимпак Это прикольно Но Дело в том Что хиромарин Отступает Неплохо назад Войсками Вот его стимпак Закончился Первый Он вкалывает Уже второй И заметьте Армия Терна Реально пробитая Она вся желтая Вся оранжевая Но как говорится Позиция И еще раз Позиция И не совсем Идеальная готовность Протоса К сражению Вроде и архоны Прикрыты гвардином Да Вроде и колосс Там что-то пыщ-пыщкает Еле-еле Вроде и фениксы Танки поднимают Казалось бы Как здесь Терна Не разлететься С учетом Пробитых войск Зилоты Очень быстро Рассыпались Новые зилки Тут кое-как Пытались пройти внутрь Не все из них Правда Смогли это сделать И вот она Широкая позиция Когда танки Уже опустились На землю Которые начали шмалять Колосс на отступлении Пал И у протаса Лимит просил нереально Он уже потерял На 2500 ресурсов Больше Я в упор не понимаю Почему он все-таки Не варпит архонов У него косарь газа Дарковни на подходе Димбларня уже есть Казалось бы Что мешало Колоссы без грейдов На атаку тоже Так себе полезные Ну а против мародеров Там демеджа вообще Практически нет Вот он пытается Напасть с двух разных сторон В принципе это тоже Довольно грамотный шаг Но к либераторам Он уже подойти не может Мины разминировать Тоже никак не получится У него просто Мало боевого лимита осталось Вот этот вот разворот Который он сделал Вот здесь вот Когда Террен спускался вниз Был ключевым фактором В этой игре И этого делать Явно было нельзя Явно Так Шесть Девять Ну да По идее этот повтор Странно Он даже назван Здесь два повтора Которые названы Хиромарин против ДНС И ДНС против Хиромарина Даже по времени Они записаны правильно Но неправильно Переменовали повторы Короче Переходим тогда К следующему реплею Это Третья игра Но ее результат Уже заранее известен Поэтому Перемотаем Чуть вперед ГГ тупит у кого-то? Чего вас все тупит-то вечно? Ууу, дальние респы Большущая карта Почему бы и нет Спросите вы Ну уж такая игра должна быть прям Длинный, длинный, длинный Интересный И опять Stargate от ДНС Мастер разнообразия Настоящий профессионал Топ протас Европы Три игры Один билд Один результат А, захват, да Но я все равно обычно во время перемотки Чаще всего не буду вам показывать Происходящего на экране Давайте посмотрим, что произойдет с Гелеонами от Оракула Ничего хорошего, конечно, потому что шансов у них Немного, странно, что Оракул Дальше не полетел за ними, он мог Периодически их дамажить, догоняя одного за другим И все, что есть у ДНС Это сейчас один гейт Остальные пока на подходе Зато он умеет на четвертой минуте иметь 40 рабов и раскачанную базу Благодаря бустам Это же позволяет как раз гораздо раньше выйти в третью нычку Ну здесь блестящий дефенс Даже без юнитов спокойно Без наземных юнитов Кроме как с помощью одного сталкера ДНС отбивается от ранних гелеонов Которые, конечно, были бы гораздо опаснее Если бы Тиран их дропал Нежели просто так вот в лоб заезжал Потому что когда ты показываешь противнику на высоком уровне юнитов Законтрить их как нифиг делать И вот тут нужно быть внимательным и аккуратным Ребят, что у вас на гудгейме-то? Лагает, что ли, или что? И усаните, что ли? У меня сегодня интернет немного шалил Днем Немного Входящая скорость была довольно низкая Исходящая была хорошая Для стрима нужна исходящая, а не входящая Но не суть Может там что-то еще шалило Божественный вижен на здание Тирана Не знаю, правда, для чего Сокращение, 10 мегабит было Должно было быть 40 По идее А вот, кстати, кое-что поменял ДНС в своей игре Все-таки Это приятно Приятно видеть Что-то, что он хотя бы иногда что-то меняет в своей игре Как я уже говорил Для этой карты Блинк актуален Но в качестве поджимов Потому что перепрыгивать здесь сталкерами очень удобно То есть даже показывать не надо Просто отсюда ты прыгаешь наверх Один блинк наверх Фокус пристройки Ты убиваешь лабораторию Блинкуешься вниз И продолжаешь веселье С трех гейтов и роботикса Это делается элементарно Ну или с помощью оракула Которая дает вижен наверх Ну а тем временем Гейты уже на подходе Еще пять штук Я очень надеюсь, что ДНС сейчас не собирается Масить сталкеров Потому что у меня для него очень Печальные известия Как он собирается вообще убивать Терна Ну конечно у которого пока что Только одна лаборатория работает Но я думаю Хиромарин добавит сейчас пару лабораторий Да, это плюс две лаборатории И два реактора Три лабы, два реактора То есть мародеров будет много Массталкеры с Блинком Могут быть актуальны Когда у Тирана еще не Не очень хорошие апгрейды Вот Только хотел спросить про медиваки Где медиваки у Терна Которых явно не хватает Для этой атаки Хилиться же все-таки придется Передропывать юнитов тоже придется А вот сейчас очень опасный момент ДНС может фокуснуть камни Дабы не дать противнику уйти Он блинкуется вперед Фокусит первого циклона Шаг назад Хороший гвардян шилд Отличнейшие форсфилды Только сталкеры в кулдауне Поэтому некоторых из них Спасти не получается Гвардян здесь много даймоджа на себя принял Отличный деварп Батарейка немножко спасает Некоторых по крайней мере рабов И у Терна лимит Немножко подрассыпался Но опять же Он чуть не дождался Во-первых не дождался Грейда на щиты Напал довольно таки рано Если уж ты не напал По таймингу стимпака То В чем В чем смысл Нападать настолько быстро До появления Такого ключевого апгрейда Как грейд на щиты Все-таки морпехи Жили бы гораздо дольше Как ни крути Да и по-моему медиваки Не особо успели их Толком нормально догнать Теперь уже появились мародеры Тут уже Хиромарин Будет активно сейчас их штамповать Он уже сделал Фугасные снаряды Почти И Что круто У него даже Уже на седьмой минуте Третья база полностью функционировала Вот что значит Грамотно Быстро Четко строить рабов И не втыкать сапплаями Да Во время перерывов Между играми Я буду вас инвайтить Если вы будете В соответствующем чатике Под названием Зерк ТВ Писать плюсики Именно в перерывах Между играми Я сейчас сижу с аккаунтов На котором очень много мест Так что туда я вас Точно смогу заинвайтить А для тех Кто возможно услышит Подобное в записи Сразу скажу Что если вы хотите Вступить в один из Кланов Или сообществ Зерк ТВ Вам для этого нужно Писать офицерам То есть админам Этих кланов И просить их вас заинвайтить А не меня Сталкеры с блинком Перестройка в адептов Терн уже наверное Ожидал зилотов с ногами А в чем большой минус Ну как бы чистых майков И мародеров Против адептов Сталкеров То что Пехота не может Делать шаг выстрела Против адептов Из-за Отсутствия разницы В дальности юнитов Это зилотов Легко кайтить Мародерами с фугасами А сейчас получается Мародеры Довольно таки Бесполезные У Хиру Марина То есть это просто Юнит хорошо убивающий Сталкера С адептами Им тоже довольно таки Тяжело разговаривать И при этом ДНС еще и Дестабилизаторов Начал строить Уже с двух Роботиксов Это видимо Игра была вторая А предыдущая Была игра третья Хотя Нет Стоп Минутку С чего С чего я вообще Так взял Не факт В плейоффах Турниров Уже всегда было 5 Вроде Я не проверял Конечно Как именно На этом турнире Но обычно Всегда было Бо 5 Поэтому да Это было 5 О Хиру Марин Сейчас может Пытаться сделать Очень интересное Решение Здесь так Сочно стоят Три Здания Но эти Три здания Тоже сочные Но эти Гораздо более Интересные Карта Гигантская Посмотрите Каких она Огромных Размеров Сколько Приходится Строить Всяких Проксипионов Тысячи Уже не видел Как адепты Забегают Минеральную Зону И убивают Экономику Но у Грамотного Терна Всегда есть Юниты Которые Принимают На себя Урон Но здесь Уже Косяк ДНС Это Что он Не Фокусил Это Было Только Что Хорошие Емпы В армию Тоса У него Сейчас Есть Вижен Наперед Он Контролирует Башню Зол Нага Призмы Адепты Будут Постоянно Забегать В экономику На четвертую Базу Скорее Всего Придется Хиромарину Там Ставить Бункер Чуть Либераторов Сейчас Хиромарин Не отдал Рекол Какое Сомнительное Решение Почему Рекол То Там Уже Всего Один Медивак На базе Был Кстати ДНС Не успел Среагировать И потерял Сумарно 19 Робов На этом Дропе Гейты Открыть Тоже Не успел К сожалению Но успел Забежать Адептами И В ответ Убивать Немало Робов Тут Минки Уже Наготове К этим Адептам Тот Самый Дропчик Я вижу Артосис Пайлон На котором Стоит 8 зданий Но Убить Его У Хиромарина К сожалению Не получилось Хиромарин Делает Еще Один Выход Уже В лицо Дестабилизаторы Должны Сыграть Золую Шутку С армией Терна Просто Обязаны Это Не так Сложно Запускать В армию Терна Дестабилизаторов Но тут Идеальный Широкий Фронт Сплит Терна Просто Волшебный И даже Такие Сильные Юниты Как Дестабилизаторы Не остановят Терна Которые Так Хорошо Внимательно Реагируют На подобное 18 Ксм В ответ Погиб Терна Здесь Уже Пунет Арка Либератор На всякий Звучай Над Минералами На Второй Базе Гастов Достаточное Количество Ну В хирмарине Нужно Нужно Просто Перегруппироваться Чтобы Довести Свою Игру До конца В чистом Поле В открытом Пространстве Нормальным Тиранам Дезрапторы Практически Мертвый Груз Да Они заставляют Постоянно Отступать Да Они заставляют Постоянно Стимпачиться Хилиться И тоже Отступать Но Когда Появляются Либераторы В большом Количестве Рот Усадник Сталкеров Становится Мало Адепт Наперед Отличный Вижен Твертая База Либератор Через Шифт Разворачивается Прямо Над Минеральной Зоной И вот Сейчас Придется С этим Как-то Бороться Сталкеры Довольно Таки Далеко От того Чтобы Уходить С центра Карты И сдавать Позицию Ради Одного Либератора Их Становится Все Больше И Больше Черепаший Стиль Очень Противный Для Протаса Очень Противный Приходится Кидать Дезаптера Все Время Вперед Чтобы Не Позволять Подступиться К Либераторам Которых Он Раскладывает Первый Второй Третий Какой Емп Сейчас Откинул Хиромарин Но Нужно Бежать У Пехоты ХП Уже Осталось Довольно Таки Немного У него Есть Возможность Загрузиться И улететь В принципе Под Бустом Но Он Опасается Сталкеров С Блинком Очень Если бы Она Побежала На Верхнюю Локацию И Растянула Протаса А вот Эта Нижняя Группа Вернулась Бы Как раз На Эту Локацию Вот Сюда Если бы Сразу Туда Побежал Хиромарин Было бы Очень Эффективно Где-то Слышу Стреляет Либератор А Вот Он Где Ну Хиромарин Здесь Блестяще Разводит В Трех Направлениях Одновременно Из Но Каким-то Необыкновенным Образом Бахнуть Они Не Успели 20 Мародеров 30 Маринусов 4 Либератора И 6 Медилаков Вот Это Сейчас Для ДНС Большая Проблема Это Проблема Смотрим Отлица Терна Как Он Разводит Как Он Контролит Небольшие Конечно Мелкие Ошибки Случаются Когда Вот Медилаки Летят Через Центр Карты Мимо Армии Противника Нужно Очень Хорошо Сплетить Когда К тебе Приходит Такая Огромная Галпша Либераторов Сейчас Реально Не хватило Дома И В какой-то Момент Хиромарин Становится Уязвимым Он Немного Поверил В себя Дестабилизаторов Там Огромная Пачка Терен Божественно Тратит Ресурсы Понимает Что Отбиться Будет Слишком Сложно Выводит Рабочек Дополнительно Со второй Базы С третьей Правда Рабов Не берет Но Дизрапторы Там Размениваются Очень Круто Килсов У них Там Огромное Количество У каждого Четвертая База Днс Продолжает Отыгрывать Сталкеров У него 8 Сентрей Правда Готов Ли Он Пробивать Противника Здесь Сейчас Каждому Дизраптору Нужно Вручную Контролить Чтобы Он Летел Не Как бы Не по Прямой То есть Им нужно Целиться Попадать По Самым Большим Кучкам Противника Ну Хорош Днс Очень Плотно Начал Уграть После Того Как Зашли Неплохие Его Дропы Суммарно По Рабочим Огроки Уже Уже В сумме Потеряли 100 Добывающих Юнитов 100 40 На 60 Под Пунетарку Хермарина Ступить Может Спокойно Ее Можно Элементарно Вычинить ДПС Вряд ли Хватит Пробить Пунетарку Отличные Филды Лимит Ухермарина Проседает Опять Несет Небольшие Потери По Рабочим Но Он Убил Базу Противнику У него Работает Локация Сверху Там Целая Пунетарка Отбиться Еще Можно Можно Постараться Отбиться Просто Слабый Слабый Инкам И Он Кстати Потерял Очень Драгоценную Призму На Которую Делались Постоянные Доварпы И Вот Они Все Таки Вскрылись Все Эти Дизрапторы Немного ДНС Спешит Немного Виден Потенциал Конечно Хороший У этого Тоса Весьма Хороший В плане Микроконтроля Но Немножко Он Все Таки Суетится Явно Не Каждый День Играет Против Такого Достаточно Сильного Игрока В общем То Слабых Игроков В Плей Офе Таких Турниров Уже Не Бывает Крайне Редко Может Игрок Такого Относительно Среднего Профессионального Уровня Дойти До Плей Офа Но Такое Бывает Так Два Дизраптора Ох Какое Жесткое Преимущество Терна По Апгрейдам Вы Только Гляньте 3 2 2 2 2 1 Честно Сказать Не Представляю Как ДНС Вообще Своими Сталкерами Хоть Как-то Боролся Против Этого Но Согласитесь Дизрапторы Были Весьма Хороши Это 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 Не Те Дизрапторы Которые Могли Взорвать Всю Эту Пачку Юнитов За раз Ну Вот Например Хоп Два Мародера Дизраптор Вообще Прошел Мимо Двух Мародеров Вы Видели Только Что Я бы Даже Пересмотрел Как Это Произошло Как Он Не Взорвался Ни В Кого Ну Ко Смотрите Так Первый Дизраптор Ну В Смы Сле Ну Как Ну Алё Близзард Вы Чё Нельзя Ж Такую Игру Делать Лол Дизраптор Его Вот Это Поле Внутреннее Синенькое Это Его Физическое Местоположение В Игре То Есть Сам Он Большой В Дизайне А Вот На самом Маленьком Синеньком Кружке Этот Синенький Кружок Пересекается С Соседними Кругами Двух Юнитов Как Он Прошёл Мимо Алё Боже Кто Нибудь Расскажите Им о том Что Дизрапторов Убили В игре Не Ну Это Просто Шок Сборная России Да Да Нет Вы Видели Дизраптор В упор К двум Мародёрам Прошёл В упор Там Миллиметра Свободного Между ними Нет Там Муха Даже Не Пролетела Дизраптор Не Среагировал То есть Он Должен Сдетонировать Когда Он Соприкасается С юнитом Но Чё-то Как-то Там Видимо Переборщили В настройках Итак У нас Закончилась Первая Игра На сегодня У нас Впереди Огромное Количество Крутых Игр В смысле Спойлерю В чём Я принимаю Инвайты В клан Для тех Кто хочет Заходите В батлнет Читайте Описание На экране И Вступайте Продолжение следует